Ребята, всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами суперкрутыми способами, как можно изучать польский язык с удовольствием и легко. Также эти методы подойдут для изучения любого языка, так как они являются универсальными, простыми. Используя их, вы будете с радостью изучать любой иностранный язык с удовольствием. Так что, если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной до конца и поехали! Итак, самое первое и важное правило, о котором я хочу сказать, это изучайте язык полчаса каждый день. Да, возможно, это покажется кому-то невыполнимой задачей, но если вы будете уделять любому телу хотя бы полчаса в день, вы непременно достигнете успеха. Это я вам точно гарантирую. Выберите для себя любое удобное время, когда вы сможете полчаса посвятить изучению иностранного языка, или же вы можете разбить это время по 15 минут. Допустим, когда вы едете на работу, если вы едете в транспорте, и у вас свободные руки, конечно же, 15 минут утром, 15 минут перед сном. Поставьте себе напоминание или будильник в телефоне, что вот сейчас нужно уделить время изучению языка, и тогда вы каждый день сможете по чуть-чуть мелкими шагами продвигаться к своей цели. Желательно, чтобы время было одно и то же каждый день, чтобы у вас выработалась привычка, что вот в это время мне нужно уделить время изучению языка. Всё возможно, стоит лишь делать первый шаг. Второй совет. Вам нужно максимально погрузиться в атмосферу того языка, который вы изучаете. Вы можете включить свой любимый фильм, который вы хорошо знаете, и в языке, который вы хотите выучить, допустим, на польском. Соответственно, вы точно знаете уже, что говорят главные герои, и слышите ту речь, которая вам необходима. Можно также включить субтитры на вашем родном языке. Допустим, я люблю делать так. Включаю фильм на польском языке и русские субтитры. Или же я смотрю фильмы в оригинале на английском и включаю польские субтитры. Соответственно, я слышу английскую речь и читаю, как эти слова пишутся на польском. Также можно включать музыку на том языке, который вы изучаете. Возможно, вам покажется, что в этом нет смысла, но со временем вы будете слышать, как произносятся слова, вы полностью погружаетесь в атмосферу языка. И вашему мотку будет легче воспринимать речь на слух. Также мне очень понравилось смотреть мультики на польском языке. Так как речь в мультиках очень простая, и это мне помогло учить простые фразы, которые мне очень помогли в общении с поляками. Так что выбирайте свои любимые мультики и смотрите их на польском или на английском или на том языке, который вы изучаете. Допустим, мне очень удобно смотреть фильмы с субтитрами на Нетфликсе, так как там есть широкий выбор хороших фильмов и мультиков, и можно для каждого выбирать субтитры, которые вам необходимы. Какие же я приложения использую для того, чтобы изучать польский язык? Я перепробовала очень много разных приложений, и становилась на одном. Его название Memrise. Это приложение очень удобно. В нём можно изучать много разных языков, не только польский, но и английский, французский, итальянский, даже китайский. Это прекрасное приложение для того, чтобы изучать слова, фразы, обороты речи, которые вам помогут пополнить свой словарный запас. Также в этом приложении можно поставить себе цель по количеству изученных в день слов 5, 15 или 30 слов. Я предпочитаю учить по одному уроку в день. Там есть разные уровни для начинающих и для тех, кто уже немного знает язык. Там можно изучать грамматику и смотреть, как слова произносятся носителем языка. Но, к сожалению, в польском языке там нет грамматики. Я приобрела себе подписку на год за 200 с чем-то гривен, точно уже не помню. Это примерно 40 злотых или 10 долларов. Используя это приложение каждый день, вы сможете значительно продвинуться в изучении языка, научиться произносить слова, фразы. Увидите, как эти слова пишутся. Еще одним полезным каналом для изучения польского языка это телеграм-канал Алиция Полиш. Этот канал на украинском языке. В нем каждый день выкладываются фразы, обороты речи с переводом на украинский язык и пояснениями. Мне очень нравится этот канал, так как там очень часто много интересной информации, которая вам, безусловно, поможет в изучении польского языка. И, конечно же, еще одним вариантом, как вы сможете изучать язык самостоятельно, это уроки на YouTube. Так и вводите в поиски изучение польского языка самостоятельно или уроки польского. Ищите для себя полезный канал, который вам понравится. Также еще одним классным вариантом для запоминания иностранных слов вы можете выписать их на маленьких листочках и приклеить их по дому. Каждый раз, когда вы их увидите, вы их будете запоминать и таким образом выучить, как пишутся или произносятся те или иные слова. Ну вот и все, что я хотела вам сегодня рассказать. Поделитесь в комментариях, как вы изучаете язык, какие методы вы используете. Я обязательно возьму на заметку ваши идеи. И помните, если вы поставили перед собой цель, то у вас обязательно все получится. Если это видео было для вас полезным и интересным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики и ждите новых видео совсем скоро. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok